Дмитрий и Людмила стать семьей решили в канун Нового года, а вот впервые встретились жарким летом. Молодые люди познакомились во время отдыха в санатории. Провели вместе буквально несколько дней, но в итоге разъехались и не общались целых полтора года. Дмитрий все это время думал о прекрасной Людмиле и все-таки решился ей позвонить. Я просто ее ждал. После нарочи, как я уже приехал обратно, уже нарочи, мы уже забыли. И я понял, что это моя судьба, это моя девушка, которую я хочу видеть ее женой, своей женой. Поэтому в 2016 году, в апреле месяце, на такой праздник Пасха светлая, я решил ей позвонить и поздравить. Мы встретились и уже просто не хотим больше разлучаться. Молодой человек предложил руку и сердце уже через три месяца. Для начала новой жизни пара выбрала неожиданную дату – 31 декабря. Причин для такого выбора было немало. Красивое число, новогодняя атмосфера и к тому же вступление в год петуха, под знаком которого родилась Людмила. Для родных и друзей такой выбор стал сюрпризом. Дима, кому бы он ни сказал, все были очень удивлены, все говорили, сколько ты уже будешь прикалываться. Но он такой веселый по жизни человек, поэтому, говорит, ты опять шутишь, вот и все. Поэтому изначально никто не верил. А мои как-то, ну, мои-то уже знают, что я девушка серьезная подружки, поэтому поняли, что я не шучу. И очень обрадовались за нас. Вот, наверное, решили с нового года начать новую жизнь. Потому что поняли, что нашли друг друга, наверное, нам легко, нам просто, нам хорошо вместе. Дмитрий и Людмила шутят, что сейчас уж точно не забудут дату свадьбы. 31 декабря они станут семьей Олешкевич и от нового года ждут только чудес. Ну, счастье, чего ждем? Конечно, счастье. Самое главное – счастье и здоровье. А все остальное у нас есть. Юлия Косила, Сергей Печерица. Новости Гродно+.